Почему у нас будет дешевле, вы считаете? Или это просто, ну, ваша хотелка? Договор дороже денег. Ну, они же смотрят на перспективу. Да, первые 15 лет, наверное, цена, это, у них тоже, это закупочная цена. У нас нет денег, говорят, экономисты говорят, нет денег. То есть, скорее всего, говорят, у нас будет турецкая схема. За 1 мегаватт получается 3 миллиона долларов. Это ТЭЦ на угле, 3 миллиона долларов. Возьмите АЭС, если ориентировочно будет бюджетом 10-12 миллиардов, это 4,5-5 миллионов за 1 мегаватт. У нас же нет своего топлива. И мы будем зависеть от поставщика, мы будем зависеть от вендора, любого. Тогда здесь, видите, меньше будет коррупционных рисков, потому что инвестор будет заинтересован быстрее построить. Сегодня в нашей студии директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов. Мы с ним обсуждаем самую горячую, животрепещущую тему сегодня в Казахстане. Это строительство АЭС. Это ваша родная тема, да, Energy Monitor, то есть энергетический мониторинг. И, насколько я знаю, ваш энергетический мониторинг привел вас к тому, что вы выступаете за строительство АЭС. Вчера в этой студии я разговаривала с противником строительства, с Эриком Буркетбаевым. У него интересные доводы, они серьезные. Какие у вас? На чем основывается, стоит вот ваша позиция? Ну, как известно, 33 страны, ведущие страны имеют доступ к технологиям. Мы все эти годы готовили же кадров. У нас есть этот, на самом деле, два малых реактора. У нас есть люди, компетенция, уран. В принципе, мы сейчас занимаемся сборкой урановых таблеток, топливных таблеток и отправляем на экспорт в Китай. У нас сейчас все знают то, что ТЭЦы, средний возраст наших ТЭЦ уже превысил 62 года. Что мы после себя оставим? 63% всей генерируемой энергии в Казахстане – это за счет угля. На долю газа приходится более 20%, на долю ВИА – 6,5%. ВИА – это солнце и ветер. Да, солнце и ветер – это то, что это последняя модная тематика. Но сейчас в обществе идет подмена понятий. Все пугают то, что тарифы на АЭС вырастут. На самом деле, мы даже сейчас референдум не провели. Мы не знаем итоги. Мы не знаем, какой вендор будет. Либо инвестор, либо строительная компания. Источники финансирования мы еще даже не обсуждали. И заявлять то, что стоимость тарифа на АЭС будет, как в Турции, там 12,5 центов, но это 60 тенге за 1 кВт. Это еще преждевременно. И противники предлагают вместо АЭС использовать ветровую генерацию, ветер. Якобы на последнем аукционе стоимость была 9 тенге за 1 кВт. Но на самом деле все забывают то, что это, да, минимальная стоимость, рекордная, которая сложилась. А предлагаемая базовая стоимость 22 тенге обычно. И за то, что на аукционе люди демпингуют, к такой цене приходят. Но там предусмотрена ежегодная индексация. К 30-35 году, возможно, цены вырастут. И это даже не тариф. Это закупочная цена, гарантированная государством. У нас есть единый закупщик, и он гарантирует такую цену с ежегодной индексацией. А тарифы образуются за счет энергосоплавящих организаций. И тариф – это тариф, конечная цена для населения, для бизнеса, для бюджетных организаций, которые формируются за счет общих закупок. На сегодняшний день стоимость электроэнергии ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС – она 2-3 раза ниже, чем у ветровой солнечной генерации. До 2019 года можно было способом из-за одного источника заключать долгосрочные 15-летние контракты на производство возобновляемых источников энергии. Тогда тариф был свыше 20 тенге. За эти 5 лет уже, наверное, до 40 тенге достигли. В основном, в рамках экспо построили ветровую электростанцию. Тогда, на тот момент, на 2017 год, тариф превышал 60 тенге, на сегодняшний день, наверное, уже 80 тенге. Это полностью получается, это видимость, на самом деле, и бизнес, и население переплачивает за возобновляемые источники энергетики. Да, в будущем, возможно, стоимость снизится, но на сегодняшний день этого не происходит. И срок службы ветровых электростанций, он ограничен. Ну, 15-25 лет. Все, а дальше что с ними делать? Лопастя обычно просто скидывают, и они гниют в пустынях, и все. Я вот про цену, раз вы заговорили про нее. А почему у нас будет дешевле, чем в Турции, вы считаете? То есть, вот, если противники говорят, вот, 60 тенге за киловатт, я бы их тоже спросила, почему вы считаете, что будет, как в Турции? Ну, у вас, а почему вы считаете, что будет дешевле, чем в Турции? Почему вы считаете, что к тому моменту, когда построят АЭС, а это через 10-15 лет, наверное, будет даже дороже? Смотрите, в Турции Росатом впервые применил механизм build-on-operate. Строй, владей, управляй. Когда все затраты Росатом несет самостоятельно. Ему просто гарантируется тариф, это как тариф в обмен на инвестиции. Ему правительство Турции предложило тариф, 12,5 центов, там же 4 энергоблока. Там, получается, ситуация какая-то. Здесь первые два энергоблока имеют гарантированную закупочную цену в размере 12,5 центов на объем вырабатываемой электроэнергии на 70%, а 30% на свободном рынке. По истечении 15 лет получается полностью на свободный рынок. В итоге первые 15 лет инвестор быстрее отбивает свои средства, а дальше уже конкурентный рынок решает. Тогда однозначно цены снизятся. Потому что на момент подписания межправсоглашения цены на турецкую лиру были совсем другими. Всем известно, что турецкая лира несколько раз девальвировала. И на сегодняшний день цена 12,5 центов для экономики Турции – это очень высокая цена. Но они пошли на нее. Ну, договор дороже денег. Ну, они же смотрят на перспективу. Да, первые 15 лет, наверное, цена. У них тоже это закупочная цена. Это не цена, это не тариф для населения, для бизнеса. Это закупочная цена турецким операторам, скажем, который будет бизнесу подороже продавать. Населению задешевле в Турции. Как для населения предусмотрено? Если ты потребляешь менее 250 киловатт в месяц, у тебя одна цена. Если больше потребляешь, на 50% увеличивается. Понятно, чем больше, тем дороже. Если сравнивать с Казахстаном, цены практически в два раза всего лишь дороже. В два раза дороже в Турции, чем у нас? Да, чем у нас. Почему у нас будет дешевле, вы считаете? Или это просто, ну, ваш хотелок, грубо говоря? У нас тут самое основное, непонятно, кто будет строить, ну, кто будет инвестировать. Если Казахстан будет вкладывать свои собственные средства, скажем, там, из Нацфонда, из НПФ. У нас нет денег, говорят экономисты, говорят, нет денег. Либо будут привлекать займы. То есть, скорее всего, говорят, у нас будет турецкая схема. Ну, если турецкая схема, тогда здесь, видите, меньше будет коррупционных рисков, потому что инвестор будет заинтересован быстрее построить сжатые сроки, чтобы быстрее окупить свои затраты. Ну, в любом случае, это будет межправсоглашение, где будут обсуждать тарифы, условия, будет ли освобождение от корпоративного подоходного налога, от импортных пошлин, НДС. Это переговоры. Ну, есть эта организация, Даска Консалтинг, они посчитали то, что примерно цена будет там 9 тенге, ну, на долгосрочный период. Ну, я не знаю, на чем. 9 тенге? 9 тенге за киловатт. Ну, это тоже хотелки. Мы пока не знаем. То есть, на самом деле, я думаю, не знаете ни вы, ни они, ни другие, ни третьи. Да, ну, потому что, на самом деле, ежегодно цены на электроэнергию будут расти. Это неизбежно. Потому что мы сейчас, смотрите, с участием интеррава, российского интеррава, мы сейчас собираемся строить 3 теста. Кохчетау, Ускимени и Семии. Давайте рассмотрим стоимость строительства, генерации на каждый мегаватт. Кохчетау заявили, сколько там, ну, 240 мегаватт генерируем мощность, цена там 350. За 1 мегаватт получается 3 миллиона долларов. Это ТЭЦ на угле. 3 миллиона долларов. Возьмите АЭС, если ориентировочно будет бюджетом 10-12 миллиардов, это 4,5-5 миллионов за 1 мегаватт. Но коэффициент использования установленной мощности у АЭС выше. И тем самым на выходе АЭС будет генерировать больше электроэнергии. Теперь возьмем сейчас модные, да, ветровые генераторы. На сегодняшний день Казахстан уже подписал 4 межправсоглашения на 4 гигаватта. Это французская Таталерен, 1 гигаватт. Но они все идут с накопителями. Они не в рамках аукциона получали закупочную цену, а сидели, договаривались. Это Таталерен, это Маздар, Аквапауэр и китайский Пауэрчайна. У них закупочная цена установлена в среднем 4,2-4,3 цента за 1 киловатт. Если в тенге перевести, это 20 тенге. Это больше то, что мы сейчас, то, что сейчас этот Курен закупает электроэнергию у наших ТЭС, ГРЭС, ГЭС. Но там, видите, еще... Там же иностранцы, они же вкладывают инвестиции. Да, и если, смотрите, там обязательно должна быть аккумулятор на 300-600 мегаватт, ну, чтобы сохранять, потому что ветер то есть, то нет. Обязательно аккумуляция энергии должна быть. И бюджеты составляют более 1 миллиарда долларов США. Если вы... Бюджеты чего? Строительство 1 гигаватт в целом проекта. И за батареек. Да, там-то получается ветряные генераторы. Ну, стандартный сейчас этот одного генератора, там, 5 мегаватт. И получается, там 200 ветровых генераторов будут стоять, да. Там плюс еще этот... Необходимо построить линии электропередач, там, по 500 киловатт. Плюс еще вот это аккумуляторы. Самый этот дорогой удовольствием, это вот аккумуляторы. И основная проблема, эти ВС-проекты, они будут работать всего лишь 25 лет. И каждый раз надо менять. Что? Вот что менять? Ну, лопасти, генераторы, они же будут из строя выходить. И инвестор сам будет менять их или что вообще? Нет, у него гарантированный тариф на 25 лет для больших проектов. На 25 лет государство гарантирует, если он будет вырабатывать электроэнергию, то будет платить 4-4,5 цента за 1 киловатт. Ну, у инвестора задача... Я не думаю, что он 25 лет будет сидеть. За 20 лет он спокойно отобьет свои инвестиции, потому что цена очень хорошая. Очень хорошая. Если этот... 20 тенге. А вообще, а почему она такая? Это в центах. А для малых ВИА-проектов у нас есть сейчас аукционы. После 2019 года начали через аукционы только выдавать. И там все фиксируется в национальной валюте. Но с ежегодной инвесцией. И вот, как вы сказали, был там рекорд 9 тенге. Это, да, самый низкий. Но здесь, видите, я знаю случаи, когда из Китая БУ оборудование привозили. И тем самым устанавливают. Нет же гарантии. Никто же не контролирует. Это частный бизнес. Это ответственность частного бизнеса. Да, государство ему гарантирует, если он построит ветровую электросанкцию, то по 9 тенге, ну с ежегодной индексацией, будет оплачивать. А БУ чем нам грозит? Ну, это уже ответственность самого инвестора. Ну, здесь теперь смотрите, я же вначале упомянул коэффициент использования установленной мощности. У ветровых генераторов он составляет на сегодняшний день 35%. То есть три раза меньше, чем выработка электроэнергии на АЭС. Многие говорят, вот АЭС мощностью 2,4 гигаватт, а вы ветер строите на 4 гигаватта. Ветер же больше, но на самом деле эффективность у АЭС в три раза же выше. Киум составляет там 92%. Ну, 8% времени, наверное, АЭС не работает. Там все равно надо в реакторе менять стержень, топливные таблетки. Это тоже занимает время. То есть вы имеете в виду эффективность что? Непрерывную работу, базовую генерацию? Скажем, коэффициент полезного действия. Базовую генерацию? Да. То, что вот говорят, что преимущество АЭС и ТЭЦ, это что она непрерывно работает? Вот смотрите, у нас сейчас в целом есть установленная мощность. В целом по Казахстану ГЭС, если все источники взять, составляет 20 гигаватт. Это установленная мощность всех электростанций. Это включая ВИЭ, ТЭЦ. А они генерируют по итогам года, ну за год, ну 115, ну 120 миллиардов киловатт в час электроэнергии. То есть установленная мощность составляет 20 гигаватт. Они выдают 120 миллиардов киловатт в час. Ну электроэнергия по киловаттам в час считается, и тарифы мы оплачиваем. И ветер на 1 гигаватт мощности, он дает 2-3 раза меньше, чем ТЭЦ, АЭС. Он не совсем эффективен, потому что если ветра нету, не будет работать. Если солнца нету, электроэнергия не вырабатывается. Накопители же есть? Сейчас для больших проектов. Накопители тоже дорогое удовольствие. Ну хорошо, я вообще не верю, честно, что ветряные и солнечные станции могут вообще прокормить энергией весь Казахстан. С нашими расстояниями и температурой минус 40. У меня такое дилетантское представление. Это верно? Если бы мы были компактной и теплой страной, это было бы возможно? На сегодняшний день ВИЭ-проекты не являются базовой мощностью. То есть, то нет. Они не могут обеспечиваться стабильной подачей электроэнергии. Это раз. Во-вторых, ветер, солнце, они же еще тепло же не генерируют. Они не дают тепло, дают только свет, да? Да, только электроэнергию. Почему сейчас этот ТЭЦ строим в северных регионах? Потому что там сейчас газа нет. ТЭЦ там старый. Необходима электроэнергия, плюс еще теплоэнергетика, чтобы обеспечивать. Да, эти станции классные. Они дают электричество, они дают тепло. Но АЭС, которую собираются строить по проекту, мне в Улькене жители пожаловались, что она только на электричество будет заточена. Ну, а у АЭС основная задача — это выработка электроэнергии. Это задача номер один. А некоторые страны, допустим, там же вода же используется, да? Она горячая, и можно направить, ну, рядом можно построить теплицы. Да, теплицы. Теплицы. И, в принципе, если малый и средний бизнес хочет развиваться, ну, наверное, это момент переговоров. Если будут конкретные интересные предложения, в принципе, готово. Тогда АЭС могут еще прикрутить там такую опцию для тепла, выработки тепла, да? Ну, могут эту трубу пустить. Все равно это же труба же, ну, это же вода потом, это все равно сливается там. Ну, а ветряная солнечная энергия, она вообще тепло не может давать? Ну, на сегодняшний день нет, только геотермальная энергетика. Почему? Вот у нас на даче был душ, сверху стояла такая, она металлическая, и она нагревалась за день. И к вечеру это была очень горячая вода, солнечная энергия. То есть там технически она не может вырабатывать тепло, да? Нет, нет. Обычно европейские страны сейчас используют геотермальную энергию. Просто под землей, ну, есть горячие источники воды, просто ее... Окей. Скажите, а почему европейские страны, которые есть небольшие такие, да, они очень компактные, маленькие, они такие очень прекрасные, вот Швейцария, почему они только не используют ветер и солнце? Им-то, наверное, легче, или нет? Ну, потому что вот в Швеции, Швейцарии одна треть генерируемой электроэнергии, это за счет как раз АЭС. АЭС является базовой генерацией. Ветер, солнце, они же недолговечны, имеется в виду сами эти установки электростанции. Срок службы в среднем составляет 20-25 лет. И они не постоянно же выдаются. Солнца нету, все, электроэнергии нету. А аккумуляторы стоят очень дорого на сегодняшний день. А Германия, она отказалась от АЭС. Я не читала особенно про их опыт. Вы знаете, они, но мне сказал один европейский политик, когда мы обсуждали вот эту атомную такую проблему, он сказал, что Германия сейчас как раз-таки стала покупать много у Франции от АЭС электроэнергии. То есть она, получается, у себя закрыла, но она покупает эту атомную энергию электроэнергии у Франции. Мы до 2019 года больше экспортировали, нежели импортировали. Это после 2019 года мы начали больше импортировать. Почему? Ну, потому что у нас спрос на электроэнергию растет, промышленность, новые производства появляются. Почему это не предвердили, не планировали это в 2004-м, за 10-15 лет? Вообще, то есть планирования вообще нет, да? Мне вчера, вот, я часто слышу доводы, там, в Фейсбуке где-то выступают, когда они говорят. Вот. Зачем? Вы говорите, что электроэнергия, дефицит, но ведь атомная станция заработает только через 10-15 лет. Я с удивлением смотрю на людей, то есть как будто у нас не должно быть горизонта планирования. То есть мы должны только вот сегодня. Мы должны все делать только то, что будет нам давать сегодня. Ну, потому что тарифы были очень низкими. Мы, как социальное государство, мы не давали возможность повысить. И энергопроизводящие организации, они не инвестировали. Или инвестировали на минимальном уровне. Потому что закупочные цены были очень низкими. Это сейчас же им предложили тариф в обмен на инвестиции. Если, допустим, ты делаешь модернизацию, мы тебе тариф, ну, закупочную цену тебе увеличиваем. Я сам Жамбыла. В Жамбыле есть Жамбылская ГРЭС. Вырабатываем эту, установленную мощность там 1,2 гигаватта. В советское время ее построили для того, чтобы обеспечить южный регион. Ну, очень много химических заводов же строили, планировали, чтобы обеспечить электроэнергией химию. И там есть 6 котлов. А сегодняшний день работает стабильно только 2. Потому что он работает на мазуте и на газе. Газа нету, не хватает. Чтобы заработали, ну, там одновременно по 2 котла должны работать. Чтобы дополнительно ввести в строй 2 котла, газ нужен, но газ очень дорогой для них. Потому что, условно, государство говорит, мы газ по фиксированной цене, по низкой цене, социальный газ можем продать только в таком-то объеме. А если ты хочешь больше, покупай 2-3 раза дороже. Но если за 2-3 раза дороже жамбулский агресс купит, соответственно, у него цена на электроэнергию будет на выходе дорогим. Но единый закупщик, он не будет готов по такой цене покупать. И все. Вот в этом проблема. У нас на самом деле тарифы, из-за сдерживания тарифов мы ничего не строили. Мы за эти 20-30 лет, наверное, построили Мойнахскую ГЭС на 350 мегаватт, в Западной Казахстанской области газотурбиновую электростанцию на 200 мегаватт, Ахшаблахскую ГЭС на 300 мегаватт. Вот и все. Среди крупных проектов. ГЭСы сколько планировали модернизировать, инвестировать, но ничего не было. Все из-за низких тарифов. А сейчас тарифы уже другие. Сейчас газовая генерация тоже очень становится актуальной. Пару лет назад уже объявили аукционы, к примеру, сейчас в Туркестанской области строится парогазовая установка мощностью 1 гигаватт. На выходе она должна обеспечить 5,5 миллиард киловатт час электроэнергии. Ну это, в принципе, очень хороший объем. При текущих показателях генерации это 4% от общей. Но проект дорогой тоже. Там тоже эта закупочная цена будет составлять 21-22 тенге на выходе. Это Самрук Казна инвестирует в подрядчик Туркесткий Дусан вместе с Базисом. В Казлардинской области на 240 мегаватт. Плюс еще в Шенкенте хотят на 500 мегаватт. Сейчас парогазовые установки будут развиваться. Погодите, Нурлан, как раз-таки про газ звучат мнения тех, кто против АЭС. Они утверждают, что мы можем себя газом удовлетворить спрос на электроэнергию и согреть себя. Это так? Вот Мухтар Джакишев, он назвал цифры, что мы сжигаем. Там несколько миллиардов, 8 миллиардов кубометров газа. Но это же огромные, огромные действительно объемы. Если построить газоперерабатывающий завод, нельзя ли тогда обойтись без АЭС? Ну, на самом деле, господин Джакишев заявил, что мы ежегодно сжигаем порядка 8-9 миллиардов кубических метров газа в год. Что не соответствует действительности. Мы сжигаем. По итогам прошлого года сожгли на факелах 307 миллионов кубических метров газа в год. То есть, это практически 28 раз меньше цифр господина Джакишева. А откуда взялись эти цифры тогда? Не мог же это ошибиться? Здесь основная проблема. Казахстан ежегодно же заявляет. Вот мы произвели 55-60 миллиардов кубических метров газа в год. Ну, цифру условно назовем 60 миллиардов. Из 60 миллиардов 55% — это попутный газ, который содержит сероводород, различную химию. И только 45% — это природный газ, который просто можно для излечения метангаза, просто установку по подготовке газа построить. А для очистки кислого газа, сырого газа необходимо строить полноценный ГПЗ. Избавиться от серы, избавиться от некоторых жирных фракций. Ну, это как пропан, бутан. И одну треть мы обратно закачиваем. Это проекта «Тенгиз», «Кашаган», «Карачаганак». На «Карачаганаке» сейчас уже закачивается более 50% добытого газа, потому что нет мощностей газоперерабатывающих на «Карачаганаке». И в чем неправ, Мухтар Джакушев? Мы что-то закачиваем, что-то сжигаем, в чем неправ? Нехватка газа. В следующем году у нас уже экспорта не будет, мы будем импортировать газ. Погодите, вы только что сказали, что Казахстан всегда хвастливо заявляет, как мы это умеем, что производим, добываем 60 кубических метров газа. Из них мы больше половины закапываем. Одну треть закапываем. Почему? Для поддержания пластового давления, потому что, видите, это крупные же месторождения. Сейчас нам очень важна нефть, потому что нефть формирует бюджет нашей страны. И без того, чтобы не закопать этот газ, нефти не будет? Нефти будет меньше. Нефти будет меньше, соответственно, необходимо закачивать. У разных проектов разный уровень. На Карачаганаке более 50%, на Кашаганском проекте 1,3%, на Тенгизе 20-25%, но ежегодно будет увеличиться. Потому что в следующем году ТШО планирует запустить проект будущего расширения с бюджетом 47 миллиардов долларов. Где предусмотрена закачка полностью сырого газа с нового проекта. С проекта будущего расширения. То, что они будут добывать 12 миллионов тонн дополнительно. Там же попутный газ. Весь этот попутный газ будет обратно закачиваться. Для того, чтобы нефть шла. Чтобы ее было больше. Да, поддержание давления, чтобы нефти было больше. Раньше мы экспортировали в Китай газ. Более 5 миллиардов кубометров газа в год. А со следующего года, возможно, даже экспорт прекратится. Мы будем вынуждены импортировать из России. Почему? Откуда у нас этот газ был, когда мы экспортировали Китаю, если у нас при этом дома не газифицированы? Сейчас ежегодно идет газификация регионов. Строятся новые газопроводы. Вот Талдукоргану Шарал ввели в этом году. Сейчас строится Ахтубе Костанай. Сейчас огромный спрос на газ со стороны горнодобывающих предприятий. Гордометаллургического комплекса. Арселор Миттеллу дали тех условий. То, что ежегодно он будет закупать 500 миллионов кубических газов в год. Зачем? Потому что сейчас, видите, Европа же сейчас просит товары на низкоуглеродном развитии. Они же вырабатывают продукцию, перерабатывают за счет угля. Сейчас повестка такая. Если ты в будущем хочешь поставлять свою продукцию, ты должен меньше сжигать угля. Иначе европейцы не купят. Они планируют ввести углеродный налог. Углеродный налог и стоимость твоей продукции на европейском рынке будет меньше. Вот из-за этого сейчас активная тенденция, активный спрос идет. Вот в Костанайе ERG, он планирует сейчас реализовать проект стоимостью 2 миллиарда долларов. Это горячее брикетированное железо. Они тоже запрашивают газ минимум 500 миллионов кубометров в год. Потому что если они произведут ГЖБ, горячее брикетированное железо, на производстве газа, то по очень хорошей цене могут продавать в Европе. Не только в Европе и в других странах, но тому же Китаю, который будет из этого сырья производить продукцию и спокойно продавать Европу без уплаты углеродного налога. Выгода к чему? Что газ дефицит, мы не можем строить ТЭЦ на газе, да? Мы не можем страну обогреть газом. Это утопия. Сейчас вот все три ТЭЦ, которые даются с участием интеррауа российского, которые строятся, они предусматривают переход в будущем на уголь. С угля на газ. ТЭЦ Алматы, да, вот тоже с угля на газ. Это все в планах. Сейчас правительство наше ведет переговоры с крупнейшими операторами, как Крачаганак, Кашаган, чтобы они построили газоперерабатывающие заводы, чтобы они не закачивали много газа, а извлекали товарный газ, ну сухой газ, и чтобы экономика могла потреблять. Ведутся переговоры, но очень сложно, потому что цены на внутреннем рынке очень низкие. Это дестимулирует инвесторов вкладывать. За эти 30 лет у нас не было открытых крупных газовыми стражениями. Если нефтяники на этапе разведки встречали газ, они просто консервировали, скажем, уходили, потому что цены очень низкие. Хоть как-то стимулировать, сейчас придумали новую покупную формулу со стороны Казахгаза, потому что Казахгаз является монополистом, он имеет приоритетное право на газ. Чтобы хоть как-то стимулировать, он вдвое увеличивает закупочную цену для нефтиных компаний. Но все равно даже этого говорят недостаточно. Крупные инвесторы на проекте Кашаган, Крачаганак. Мы два года потеряли. Инвесторы обещали, да, да, рассмотрим, построим. И в итоге что правительство сделало? Сказал, вот мы нашли инвестора из Катара, который вложится на строительство ГПЗ мощностью 2,5 миллиарда, который построит газопровод Биньо-Бозойшимкент. Сейчас в зимний период нехватка газа наблюдается на юге страны. Казахгаз вынужден покупать туркменский газ, который идет в Китай, и оплачивает штрафные санкции для того, чтобы обеспечить газом население. И это просто на перспективу. Уже на юзинских ГПЗ в два раза сроки переносились. Почему? Ну, потому что цены очень низкие. Ну, отдайте тогда на рынок, пусть рынок регулирует эти цены. Боятся же, честно скажу. Сейчас ежегодно собираются повышать на 15% оптовые цены на товарный газ. На 15-20% и в перспективе должны уравнять. Сегодня национальная компания Казахгаз говорит, что при себестоимости в 35 тенге они реализуют населению по 22 тенге. И убыток в 13 тенге. Убыток он перерывался за счет экспортных поставок, за счет услуг по реэкспорту газа из Узбекистана, Туркмении по китайской нитке в Китай. Но газ теперь ограничен. И сейчас важная задача, чтобы обеспечить газом экономику страны. И здесь это один фактор, нехватка газа. Второй фактор, то что газ в любом случае, даже если в будущем построят ГПЗ, он будет растить цены ежегодно на 15%. Оптовые цены будут растить ежегодно на 15%. Третье, парагазовые установки, да, они эффективны, они плюс еще выдают тепло. Вот, к сожалению, в туркестанском ПГУ не предусмотрена эта выдача тепла. Но в Казларде ПГУ будет выдавать тепло. Срок эксплуатации парагазовых установок, он ограничен 25, ну максимум 30 лет. И в основном там генераторы, компрессоры, чьи это Сименс, General Electric, обслуживание которых очень-очень дорогое. И, соответственно, на выходе цены могут быть, ну эксплуатационные расходы будут в любом случае в разы выше, чем у АЭС. Но все-таки самый важный фактор, я, это дефицит, то есть я все-таки хочу вернуться к тому, с чего мы начали про газ. Сжигаем мы газ или нет? Мы сжигаем 307 миллионов кубических метров газа в год. Это по итогам 2023 года. Почему мы его сжигаем? Это в факелах, это технический неизбежный процесс. А 307 миллионов? 307 миллионов от общего объема, это знаете... Нет, для ТЭС этого объема хватит год работать? Одной ТЭС хотя бы? Для одной ТЭС... Сколько ТЭС могут работать? Нет, один небольшой ТЭС, да, может. Ну, скажем, газотурбийная электросанция. Этого газа достаточно для работы на Карабатане, если у нас газотурбийная электросанция. Для нее достаточно. Но от общего объема газодобычи в факелах сжигается менее 1%, там даже 0,7%. Да, половина сжигается... Нет, 0,7% это... Ой, половина закапывается еще, чтобы добывать... Одна треть, одна треть. Остальное идет на рынок. Перерабатывает на заводы, перерабатывает... Смотрите, здесь этот... Я писал на фейсбуке то, что господин Жакев чуть-чуть ошибся в цифрах, и меня попросили там, ну тогда расскажи, докажи, а куда делась разница? Грубо говоря, одна треть закачивается же. На выходе товарный газ мы имеем там в объеме 26 миллиардов кубических метров газа в год. Из которого это внутреннее потребление условно потребляет 21, ну это промышленные предприятия, это энергопроизводящие организации, население и малый и средний бизнес. И 5%, 4-5% экспортируются, и там была разница, а куда тогда вот делась та цифра, которую Мухтар Айркинович сказал там в объеме? 6-7 миллиардов. Но этот газ используется для собственной нужды крупных компаний, потому что они самостоятельно производят электроэнергию для собственных нужд, самостоятельно отапливают, и для того, чтобы закачать огромный кислый газ, ну огромный объем кислого газа, компрессоры должны работать, которые на электроэнергии. Есть газотурбины, это установки, которые на газе работают. Вот для внутренних нужд и как раз используется. Второе, все забывают то, что есть пропан-бутан, который как раз извлекается из попутного газа. Вот тенгиз, он в год там полтора миллиона тонн. Просто пропан-бутан, он не измеряется в кубических метрах, он измеряется в тоннах. Ну у нас это производители, кто это, ну, КАЗ-ГПЗ, СМПС, Ахтубе, Муная Газа, Ахтубе, Кожасай, ТШО. В совокупности у нас в Казахстане ежегодно производится 3 миллиона тонн пропан-бутана, из которых 2,3 миллиона тонн обеспечивают нефтяные компании. Остальной объем — это наши НПЗ. Плюс еще разница небольшая есть от Карычагнавского газа. Для собственных нужд они используют малый объем, остальной сырой газ они отправляют в Оренбургский ГПЗ в Россию, где сырой газ перерабатывается, и мы обратно получаем уже сухой газ. Ну, если уходит там 8,8 миллиардов кубометров, мы получаем 7,5. Почему разница? Потому что там есть сера, есть конденсат, тот же пропан, бутан, этан, который остается там. Ну, не у Оренбургского ГПЗ, а есть совместный пропиатик, как КАЗ-Росгаз. Они покупают сырой газ у Карачаганака, доставляют ОГПЗ в Оренбург, и дальше продают на внутренний рынок. Честно, да, это вот эти для не специалиста, да, вот это все утомляет. Тут главное понять всегда, когда вот говорят там про ветер, солнце, а вот он газ, вот он уголь, вот АЭС. АЭС — это источники электроэнергии, да, ни один из этих источников не может дать нам в полной мере электроэнергию, да. А они в совокупности вот эти три без АЭС могут? Вот газ, уголь и ветер и солнце. Уголь может, естественно, уголь может. Всю страну, всей стране дать электроэнергию. Ну, на сегодняшний день же 63% выработки электроэнергии за счет угля же у нас. Сколько процентов еще? 63. Ну, это по итогам прошлого года, а раньше цифра была 70, даже больше была. И за счет того, что газовая генерация ежегодно растет, уголь чуть-чуть снижается. Ну, плюс еще эта доля ВИА у нас растет. Газ ограничен, ну, газовые электростанции, там, срок службы, там, 25-30 лет, их потом надо будет менять, стоимость газа будет расти, и эксплуатационные расходы будут расти. И на перспективе, когда Кашеган, Тенгиз закончатся, да, там, условно, когда они будут вырабатывать меньше газа, тогда вообще же, мы же не знаем же, откуда мы будем газы брать. У нас не будет уже? Ну, мое мнение, на перспективу мы будем покупать газ у России. А у России же газ дорогой. На сегодняшний день, грубо говоря, цена составляет 150 долларов за тысячу кубов. А почему углем так не продолжать? У нас же угля на 500 лет. Угля на самом деле, ну, в прошлом году мы угля добыли на 120 миллионов тонн, из которых 70%, ну, примерно 70%, да, на внутренний рынок, а 30% на экспорт. Углеродная же повестка, глава государства говорил, что Казахстан стремится к низкоуглеродному развитию, к 60-му году. Мы дали обязательства, что мы будем снижать использование. Да, ну, это же экология. Ну, потому что без низкоуглеродной повестки на сегодняшний день международные банки, ну, институт, международные институты не выделяют средства финансирования. Если Европа вводит трансграничный углеродный налог, если твой товар был произведен с помощью использования угля, то ставки, ну, таможенные пошлины, условно скажем, будут выше. И твой товар не будет конкурентоспособным. Мы, да, постепенно, я читала эту программу, там, через 20-30 лет будем снижать, снижать, да. В итоге, как бы, что, от угля совсем отказываться? То есть, получается, вообще, западный мир, он развивающимся странам, ну, навязывает, стимулирует таким образом, да, чтобы мы отказывались от угля. При этом, в принципе, западный мир не очень-то радуется, когда мы атом, да, они боятся. Ну, обезьяны с гранатой, да, в их представлении, когда развивающиеся страны хотят строить АЭС, тоже не очень любят. Они хотят, чтобы мы, что, только на ветре и солнце бегали тут. Я думаю, то, что они не против. Тут, видите, уже геополитика же. Я просто не буду говорить, да, ну, сейчас четыре вендора, ну, потенциально. А, ну, про выбор, да. Четыре вендора, и, возможно, они не хотят, чтобы один из вендоров развивался. Ну, конечно, но он же под санкциями, это возможно? На самом деле... Русатом под санкциями. Русатом не под санкциями. На сегодняшний день не под санкциями. Просто некоторые производители, вот, в турецком АКУЮ, должны были первый энергоблок сдать на День независимости Турции. Но комплекс распределительных устройств для эксплуатации, ну, это, скажем, автоматика, которую должен был, обязан поставить немецкий Сименс, он не смог. Потому что правительство Германии сказало, стоп, не будешь поставлять. И, соответственно, Русатом рассчитывал на эту автоматику. Теперь ему пришлось заказать оборудование в Китае, и только в следующем году сдадут. Тогда кто самый вероятный победитель? Китай. Потому что я читала, что Франция и Южная Корея, они маловероятны именно в силу того, что они не пойдут на условия, они не дадут кредиты. Как китайцы обычно, да, дают кредит под свои проекты. И они не пойдут на вот это билд-оперейшн, да, билд-оперейшн, как в Турции. Ну, корейцы более-менее интересны. Они потому что в Дубае же построили атомную электросанкцию. И у себя строят. У себя строят. Они хотели в Чехии построить, вроде договорились, но Америка говорит, что она не имеет права экспортировать. Именно в тот регион почему-то хочет оспорить решение по строительству АЭС в Чехии. А китайцы, когда они приезжали в Астану, месяц назад у нас же был форум Казатомэкспо, тогда замглавы китайской атомной компании, он сделал заявление, что они могут построить за 8 лет и за 5,6 миллиардов долларов. За 5 копеек, в общем. Это звучало сенсационно, это все обсуждали. Ну, потом, видимо, перевод не совсем был корректным. Потом переспросили, он сказал, это цена в Китае, а в Казахстане, естественно, будет цена другой, потому что есть там логистика, рабочая сила, плюс еще это обслуживание кредита. Ну да, еще и пометуя ЛРТ историю. Китай же выделил деньги, которые пропали. Они же это будут все помнить и закладывать, наверное, какие-то риски еще и для себя. Хорошо, мы с вами уже не будем обсуждать, да, заходить уже на хранилища, на отходы, на их вред или не вред. Ну, знаете, для Казахстана белорусский опыт был бы интересен. Белоруссия, они же тоже это построили на 2,4 гигаватта. Ну, Росатом построил. При этом Россия выделила кредит. АЭС построили за 8 миллиардов, Лукашенко 2 миллиарда направил на другие сектора экономики. И АЭС обошлась за 8 миллиардов. Плюс еще договорились так, что отходы ядерные Россия будет вывозить. Все супер. Нет, тут еще видите, у АЭС там этот... Ну, потому что у России с Белоруссией особые отношения. Они славяне, они не пойдут на такие условия с Казахстаном. Ну, это все зависит от межправ соглашения, когда Казахстан и потенциальная страна, имеется в виду поставщик страны, будут обсуждать все детали. Это все будет ложиться... Вообще, это же очень круто, я впервые услышала, что любой, кто будет строить у нас, это же можно заложить в условия, пусть вывозят отходы к себе. Ну, Росатом, на сегодняшний день, Росатом не называют ядерными отходами. Они называют это будущее, это топливо будущего, потому что это следующая технология. Мне физики тоже это вдалбливали в яд с нашим, что я стояла прямо на этих бочках с отходами, ну, образно говоря, да, и они говорили, это все мы будем еще использовать по второму разу. Это топливо будущего. Там, потому что некоторые там, ну, в стержнях, некоторые таблетки могут быть использованы, соответственно, возможно, да, этот вендору будет интересно. Но это все этот условие. Потому что он сам, да, он сам же может потом использовать, но Серик Минарова, говорит, это тоже болтовня. Ну, он такой вот скептик. Ну, в любом случае, Гульнара здесь, я вот был же в Акую. Вот, кстати, я хотела вас спросить, как вам удалось? Потому что у нас мы тоже собирались поехать туда, посмотреть, и у нас с турецкой стороной, с их правительственной структуры, нам все выписали разрешение, все, а Росатом нам заблокировал. Как вам удалось пройти? Ну, я по линии, меня не Росатом приглашал, меня направило в Министерство энергетики, поскольку я являюсь членом общественного совета. У нас есть общественный совет, из числа, из членов общественного совета меня направили. Меня направили, и, в принципе... Расскажите что там. Ну, проект, на самом деле, очень интересный. За счет АЭС целый регион, ну, маленький регион, да, развивается. Там, Селевке, Мерсин. Скажем, регион Мерсин, Селевке, это маленький городок, где стоимость жилья на сегодняшний день выше, чем в Анкаре, выше, чем в Стамбуле. Ну, потому что 33 тысячи человек одновременно сейчас работают на проекте. Им надо жить. Очень сильно развился малый и средний бизнес. Ну, Мерсин, вот этот регион, который этот овощи, фрукты там активно выращивают, они полностью поставляют. Малый и средний бизнес активно развивается. Ну, элементарно спецодежда. В этом плане Турция потребовала развития турецкого содержания, да, на проекте. Я вот спрашивал, из 22-23 миллиардов долларов они уже потратили там 13,5 миллиардов. И турецкое содержание на проекте составило 60%. Ну, это рабочая сила, это ресурсы, оборудование. Понятно то, что огромные установки, они заводятся из России, сам реактор, большие, огромные котлы, но элементарно бетон, цемент, арматура, это все турецкое. Ну, потому что Росатом тоже говорит, смысл нам везти из России, когда можно здесь заказать. Более того, там, АЭЗа обсуждается заранее. Там один турецкий инвестор встречался и сказал, я готов проинвестировать, какая вам сталь нужна, какая арматура нужна. Там тоже свой сплав есть. Он сказал, я готов инвестировать, построить завод. на условиях офтек-контракта. Если вы будете покупать по определенной цене, я готов. И, в принципе, построили. Более того, этот инвестор там же, где строится АЭС, построил производственный цех, где нужные размеры сразу режет и поставляет. А люди не боятся, что туда бомбу кинут или что-то? Вот Серик Миноварович вчера сидел, я его пригласила на интервью, но он мне постоянно говорил о том, что вот АЭС может взорваться, на АЭС может упасть бомба или метеорит или еще что-то. Ну, мы спрашивали там. Там люди не боялись, они не возмущались, они не противились этому? Спрашивали нет. Ну, по крайней мере, со слов компании АКЮ, они говорят то, что АЭС рассчитано на землетрясение свыше 9 баллов. Плюс есть купол в куполе, даже если огромный Боинг режется, то ничего не произойдет. Ну, по крайней мере, они так заявляют. И это же технология третьего поколения. Грубо говоря, даже что-то случится, просто вот этот стержень там в реакторе с таблеткой, он просто вниз спустится и все, закроется. Ну, по крайней мере, нам так объяснили. Я не эксперт, я не ядерщик. Ну, на турецком проекте тысячи наших граждан работали. Ну, работают. Почему? Потому что они знают язык. Ну, по крайней мере, очень хороших сварщиков из Казахстана много. Ну, понятно, что это в основном рабочая сила, но есть и инженеры, которые сидят в офисах, работают, и они готовы вернуться в Казахстан с полученными знаниями. У нас есть шымкенский завод Карлскрона. Он туда поставляет свои насосы. Две партии поставил, еще две партии планирует. Более того, он уже поставляет в Бангладеш. Ну, Росатом тоже в Бангладеше строит насосы. То есть насосы Мэйдин, Казахстан. В Бангладеше строят АЭС? Да. Вроде бы сказали, вот в Бангладеше тоже направляем. Это очень классно. И здесь я к чему это? Если даже в любом случае, несмотря на то, кто будет вендор, очень важно заложить кассодержание, казахстанское содержание на проекты. Чем больше мы свои ресурсы будем вовлекать, тем больше денег останется в экономике страны. Грубо говоря, не надо пугаться 10 миллиардов долларов США. Если мы сможем сделать так, то что по крайней мере 60% этих денег останется в экономике нашей страны. А что мы можем давать? У нас очень квалифицированная рабочая сила. На проекте будущего расширения, там у нас сколько? 80 тысяч человек же работало. Они очень квалифицированы кадры. Это в Кашкане? Это на Тенгизе. На Тенгизе. На Тенгизе. Ну, сейчас уже высвобождаются. Куда девать их, сейчас непонятно. Сейчас в Атрау планируют построить газохимические комплексы. Ну, там бюджеты тоже солидные. 10 миллиардов долларов США. Можно использовать. Я же говорю, есть время заранее обсудить. Есть кармет, который может производить, в принципе, промышленную сталь. Когда реализовывался проект будущего расширения, там нужна была промышленная сталь. А у меня еще один такой вопрос. Только не говорите, что вы не специалист, потому что вы энерджи-монитор. Вы мониторите энерджи, да? Вчера еще Серик Минаварович сказал, что у нас же нет своего топлива. И мы будем зависеть от поставщика, мы будем зависеть от вендора любого. Хоть там китайского, российского, французского или корейского. Они могут даже нас этим шантажировать. Потому что, да, мы производим уран. Но вот вы сказали, в Ульбе, я тоже ему говорила, в Ульбе мы делаем таблетки. Но он сказал, мы только их прессуем. Как с топливом? Насколько мне известно, да, мы этот, ну, по-своему же, Рудужу, да, этот, полуфабрикаты экспортируем, да, там, в различные страны. Не полуфабрикаты, я считаю, а сырье. Наш Казатомпром, насколько я знаю, имеет право заниматься обогащением. Ну, это как процессинг, процессинг в России, в России. Он поставляет, и он может, оплатив стоимость процессинга за обогащение, и потом уже поставлять на Ульбу. А что-то, что-то еще отдельно мы с французами делаем, какие-то таблетки? Нет, вот это на УМЗ, вместе с китайцами, да, которые, эти таблетки могут быть использованы для китайских и французских АЭС. Ну, пока, пока да, ну, потому что конфигурация чисто на французский и на китайский АЭС. Они локализировали у нас производство, потому что у нас уран, так? Ну, потому что у Казатомпрома есть возможность, оплачивая процессинг, обогащать и... Уран обогащать. Да, необходимо уран завозить для сборки. Ну, как обогащать, то есть, как я понимаю, они россиянам, русатаму дают, и обогащают, и нам дают, так? Ну, грубо говоря, платят. Технология, она только у России и у Франции, да? Ну, у Америки тоже. Мне ядерчики сказали. Ну, вот именно для АЭС что-то там такое. И, кстати, китайские АЭС, оказывается, они китайско-американские. Вестингаус, что ли, компания в свое время, они не смогли. Затянули, и китайцы просто, скажем так, договорились. Они получили право использовать их опыт. Одним словом, АЭС для Казахстана — это свет, а не тьма, да? Это гарантия стабильной работы электростанции как минимум на 80 лет. Когда как солнце, ветер, парогазовые установки ограничены в сроке эксплуатации. Продолжение следует... Продолжение следует...